В общем, на фоне таких вот долгов Украины, таких экономических потерь, особенно интересно узнавать новости о процветающей между Украиной и Россией торговле. Причем такой торговле, которая прибыль приносит России, а вот убытки Украине. Самая большая парусная яхта в мире – белая жемчужина. В длину больше, чем Боинг, в высоту почти как лондонский Биг Бен. Восемь палуб, мачты из карбона, бассейны и вертолетные площадки. Стоимость этой роскоши – 400 миллионов долларов. В европейской прессе белую жемчужину уже окрестили символом безумного богатства русских олигархов. Ее обладатель – миллиардер Андрей Мельниченко, владелец Еврахима, крупнейшего производителя минеральных удобрений в России. Еще в 2014-м, когда у наших производителей удобрений начались проблемы из-за роста цены на газ, правительство Арсения Яценюка решило закупать карбамид и аммиачную селитру. Именно у российского Еврахима. Кстати, тогда у Мельниченко яхта была куда проще – парусник А стоимостью 300 миллионов. Возможно, именно торговля с Украиной помогла ему обновить свой яхт-парк. Ведь теперь российские удобрения составляют более 70% на нашем рынке. Только за прошлый год уже с подачи нынешнего Кабмина мы заплатили Еврахиму 5 миллиардов гривен. И это не контрабанда. Все официально. Это убийство собственной промышленности и собственных производителей. Можете аналог в Украине, купить его в России, стимулировать их производство – это, как минимум, глупо. А максимум – это еще и можно их тягнуть на зраду. Но вот в Народном фронте партии Яценюка, который и начал эту торговлю, о многомиллиардном бизнесе говорить не хотят. И вряд ли глава Комитета по нацбезопасности и обороне не знает, что Еврахим – это еще и крупнейший поставщик селитры для российского Минобороны. Основы для производства пороха. Эти контракты строго засекречены. Однако известно, что основной поставщик – новомосковский азот Тульской области. У этого же предприятия Еврахима покупает удобрения Украина. Так почему же украинские чиновники спонсируют производство патронов для российской армии? В Союзе химиков Украины говорят – все дело в коррупционных схемах. Каждый вагон удобрения сопровождается какой-то подачкой. Они поставляют сюда удобрения. Налоги платят там, значит, идут налоги на ту же армию. Это как? С моральной точки зрения. По нашим данным, с каждой тонны российских удобрений, которые ввозят в Украину, наши чиновники получают 20 долларов. А значит, только за прошлый год кто-то в Украине заработал на этой схеме 50 миллионов долларов. А за два месяца этого года Украина увеличила закупки у Еврахима на треть. Кто за этим стоит? И почему пока одни чиновники говорят о блокаде Донбасса, другие успешно лоббируют торговлю с агрессором и оплачивают производство оружия для российской армии? Эти вопросы уже к правоохранительным органам. Редактор субтитров А.Семкин